На неделе столица республики стала площадкой для обсуждения состояния дела и перспектив системы образования. На Ленский образовательный форум пригласили учителей и педагогов со всей республики и России. Прошли десятки мероприятий. Это выставки, круглые столы, семинары, совещания и многое другое. Какие методы и механизмы внедряют в систему образования, каким должен быть современный педагог, каким видят будущие отрасли в республике. Одним из ярких событий стала ярмарка на площади Ленина. Участники делегации показывали знания в бизнес-образовании, представители агротехнических школ демонстрировали перспективы села, а также жители республики увидели мастер-классы лучших учителей. Особое внимание получила демонстрация технических работ, таких как робототехника, аэрокосмическая инженерия и 3D-моделирование. Один из представителей этой сферы – это Михаила Валейла из Актемского лицея, который занимается 3D-моделированием уже полгода, однако уже успела получить некоторые награды. Участвовали в марте месяце на соревнованиях Junior Skills, где мы заняли второе место, и нам дали путевку в лагерь Артек. Там мы принимали участие на Всероссийской олимпиаде по 3D-прототипированию. Робототехникой занимается не только Актемский лицей. Удивить приехала и нюрингвистская делегация. Учитель робототехники Сергей Деминов преподает уже несколько лет и считает это направление перспективным. Его лицей занимается подготовкой от дошкольного образования до старших классов. С ранних лет дети уже начинают заниматься программированием. Робототехника позволяет детям углубленно изучать языки программирования. Ребенок осваивает сразу же несколько языков, при том, начиная с возраста в 5 лет, уже занимается программированием. Дети создают множество проектов. С пятого класса они знакомятся с управляемыми машинками с возможностью программирования на какие-либо определенные команды. Особо отметили работу ученика седьмого класса нюрингвинского лицея. Корпус модели распечатан на 3D принтере. Она управляется по Wi-Fi сети и передает видеосигнал. Моделька оснащена несколькими датчиками, которые могут померить давление, померить влажность, померить температуру в данный момент. То есть как бы и все данные предоставить, вернувшись на базу, предоставить на компьютер, вывести графики и сделать какие-то анализы. Команда осуществляется от компьютера через специальный модуль управления, благодаря которому можно держать под контролем до тысячи машинок. И сейчас мы продемонстрируем поездку одной из таких. Сегодня ученики технических лицеев и школ, имеющих робототехнические кружки, могут не только управлять этими моделями, но и писать программы для самостоятельной езды в лабиринтах или для игры в мини-футбол. Мероприятие также посетила заместитель министра образования Российской Федерации Людмила Огородова. Она уже успела посетить учебное заведение и дать некоторую оценку образованию в Якутии. Также заместитель министра положительно отозвалась об образовательной ярмарке. Я увидела много очень робототехники, и это очень важно, потому что мы развиваем любовь детей к инженерным профессиям, к тому, чтобы они умели руками что-то делать. Я увидела очень много различных моделей образовательных, управленческих и коммуникационных. Это все очень важные вещи. Кроме того, в рамках Ленского форума прошла научная конференция для молодых педагогов. Ее посетили более 50 участников и 60 слушателей. Начинающие учителя выслушали такие доклады, как сделать школу безопаснее, а также им рассказали о компетенции молодых учителей. Как считают сами молодые педагоги, представитель их профессии должен быть примером для подражания. Учителя должен быть вежливым, напонимающим, и кругозор должен быть большим. Это призвание. Человек должен быть действительно горящим за идею, то есть он должен приходить в школу как на праздник и так же оттуда выходить. Он должен быть человеком, понимающим детей. Человеком, не который только пытается дать им знания, а вообще человеком, который пытается помочь детям по жизни. Также прошла пресс-конференция с участием министра образования республики Феодосии Габышевой. Говоря о задачах в сфере образования Якутии и о том, какие меры будут принимать в регионе по развитию отрасли, министр образования сказала, что приоритет – повышение качества образования. Для повышения качества образования создание условий, строительства школ, детских садов, подготовка учителей, повышение квалификации учителей, педагогов, воспитателей и так далее. Эта работа будет продолжаться. На форум съехались десятки специалистов со всей страны и зарубежья. Среди гостей – делегат ЮНЕСКО из Франции Дэвид Ачуарена. Он говорил о том, какую помощь может предоставить ЮНЕСКО республике. Также с гостем обсуждались вопросы об открытой школе. Один из моментов – это использование технологий. Я знаю, что в республике это достаточно востребованный момент. Он часто используется, в частности, для организации дистанционного образования. Дистанционного как для учеников, так и для учителей. Я думаю, что дальше необходимо вывести на новый уровень, задействовать те технологии, которые бы уже начинали здесь использовать в той самой индивидуализации образования. На пленарном заседании представители из разных городов России рассказали о своих проектах, а также пригласили детей и педагогов поучаствовать в своих образовательных программах и электронных курсах. Подготовили предложение для региона поучаствовать школьников республики в новом образовательном проекте, который готовит наша компания вместе с Роснано по дистанционному образованию. Мы приехали познакомить ваших учителей с электронными учебниками, которые мы делаем для разных издательств образовательной литературы. И надеемся на сотрудничество с Министерством образования в создании электронных учебников на якутском языке. Я приехал на Ленский образовательный форум, чтобы познакомить местную общественность образовательную с программой «Сетевая академия ЦИСКО». Это некоммерческая образовательная инициатива компании «ЦИСКО», которая нацелена на модернизацию IT-образования. Такого рода форумы помогают определить дальнейшие пути развития образования в регионе и дают молодым учителям опыт и новые знания. Как признаются педагоги, Ленский образовательный форум имеет стратегическую важность не только для Якутии, но и для страны в целом. Лев Нетесов, Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Евгений Лугинов. Якутия. День.